Привет всем, мы продолжаем распаковывать старый киндер сюрприз. Сегодня у нас 10 выпуск, очередные 9 упаковок старых киндеров. Итак, начнем с первой на Тунс до 2016. У нас срок годности был этой упаковки. Так, посмотрим. О, много всего тут у нас. Состояние тут у нас не очень. О, не очень, не очень, не очень. Так, достанем капсулу. Только одна розовая капсула у нас здесь почему-то попадается. Так, посмотрим, будет ли только в ней на Тунс, в остальных сборке. И открываем. Первый у нас здесь сборка, да. О, это, кстати, прикольные были мониторы, да. Можно на них было что-нибудь писать и потом стирать. Да, здесь у нас три таких вот. Человечка-робота, монитора, подставка, она же и карандаш, чтобы писать. Неплохие были сборки. Вот, можно что-нибудь нарисовать. Нет, подождите, тут надо повернуть рычажок, потом нарисовать, например, сердечко, повернуть рычажок снова, и оно, оп, сотрется. Ну, кстати, неплохая была сборка. Итак, и посмотрим, что у нас во втором сборочном киндере попадется. Так, тут совсем какая-то безделушка простая. Так, здесь у нас зайчик, пулялка, ну, такие дешевые пулялки сейчас у нас частенько. Киндера, GoMove серия и наклеечка, да, наклеечка у нас уже наклеена. В общем, тут пытается киндер явно, явно сэкономить. А что пулять? Да, ничего, его самого, да, пулять он туда подпрыгивает должен. Ну, в общем, не очень стали сборки, да, в эти времена у киндера. Ну и посмотрим, будет ли здесь у нас на Тунс. Да, вот она в коллекционной, в темной капсуле. На Тунс попадается действительно. И так, здесь у нас... О, здесь у нас тоже такая большая коллекция, которой мне нет. Иногда у нас попадался белый медведь не так давно. Но, конечно, да, хотелось бы мне, конечно же, все коллекции на Тунс собрать. Здесь у нас похож на дикого кабана. Прямо как в черном лесу. Так, здесь у нас... Да, вот он, дикий кабан. Ну и тоже он неплохо так шерсть у нее прорисована, неплохо сделан. Хоть сейчас мы в новый на Тунс отправляем. Следующей упаковкой у нас будет Лео Вентура с Сарой Доброй Львятой. Ну, не спешите рады. С 93-го года у нас упаковка. Тут у нас, не смотря на то, что все выглядит, вроде бы закрыто, вроде бы хорошо. Но вот в прошлой такой упаковке у нас другие киндеры лежали внутри. То есть обманул продавец. Но вообще сама упаковка, смотрите, оригинальная, классная. Здесь у нас раньше были замечательные самолеты, машинки. В общем, умел киндер делать игрушки. Сборки были такие вот, как Флинстон. Так, ну что-то много всего тут высыпается. С этой упаковки, может, все-таки и настоящая лежит. Давайте посмотрим, открываем. О, а как плохо она выглядит. Но, но нет. Убирашек уже написано по-новому. В общем, да, к сожалению, к сожалению, здесь не настоящие оригинальные львята лежат. Итак, открываем. Первый у нас киндер. Да, здесь у нас явно не игрушки с 93-го года. Так, это у нас достаточно новые были сборки не так давно. Да, это у нас микс-арт, разные трафареты. Здесь у нас разные трафареты для рисования, вот, чтобы, да, вставить карандаш, вводить так по кругу, и туда получаются какие-то узоры. Так, дальше смотрим, что у нас здесь еще попадется. Неужели ни одной коллекционной не попадется? О, еще одна сборка не самая лучшая. Мячик, такие потом новогодние даже выходили. Не так давно это было. Ну вот, конечно, львят мы ожидали, а в итоге, да, положили нам вот такие вот сборки. Так, мячик у нас здесь такой попадается. Ну и посмотрим, что у нас в последнем. Ну, в последнем у нас тоже, да, тоже ничего особенного. И кисточка с красками. Просто такая такая, там, киндер-сепиза, который мы уже много-много-много раз видели. Да, к сожалению, не то. Не то нам тут положили, что мы ждали. Так, сколько у нас здесь этих писточек в коллекции? Да, 4 штучки, достаточно новые в итоге сборки у нас попались. Итак, идем дальше. Следующий у нас смурфик из заброшенной деревни. С смурфика все у киндера началось. И смурфики должны быть у нас в юбилейной коллекции. Скоро до 2015 года срок годности этих киндеров тоже у меня этой коллекции нет. Итак, откроем. О, качество не очень. Итак, открываем первую капсулу. Здесь у нас тоже не лучшие сборки. Ну вот сразу видно, что года уже после где-то, начиная с 11-го, пошли у нас сборки. А, ну это 15-го у нас киндер, да. Вот здесь у нас такая вот попрыгушка, не знаю, на смешарик чем-то похожа. Может было бы коллекционные смешарики. Или, мне кажется, даже были коллекционные смешарики такие. Так, похожи очень на смешариков. В общем, такая вот сборка. Она здесь попадается. Так, посмотрим, в следующем попадается тоже не... Тоже какая-то плохая сборка, скажем так. И здесь у нас цветочек, который надо дуть, он как будто будет крутиться тогда. В общем, прям печаль, печаль была в те годы у киндера. И сейчас, конечно, сейчас, конечно, все выглядит намного лучше. И пластик какой-то такой дешевый, не очень приятный на ощупь. Больше похоже на игрушки из киндер-джоев. Хотя киндер-джоев сейчас прям совсем неплохие стали. Взять те же Jurassic World. Так, ну и посмотрим коллекционный смурфик. Вот он, наконец-то. Хоть смурфик классный. И смурфиков тоже был обзор когда-нибудь. Все-все-все коллекции, в том числе и предстоящую юбилейную, собрать. Итак, смурфики потерянная деревня. Попадались у нас уже несколько из них. И здесь у нас такой дедушка смурфик что-то химичит. Так. Ну и смурфики. Да, с них все началось и киндера. Ну и вот периодически они их продолжают дальше выпускать, конечно же. Видимо, неплохо они продаются. Так. Как у нас здесь? Вот он стоит такой на травке и что-то химичит. Ну что ж, здорово. Это у нас сегодня по сути первая коллекционная игрушка. Попадается смурфики в заброшенная деревня. Продолжаем. Следующий у нас Звездные войны. Головастики. Да, были Звездные войны еще такие достаточно странные. В недавнем, в прошлом, по-моему, обзоре на нас попадались. Чуть позже они выходили. Тоже такие полуголовастики. То ли полу-нули непонятно что. Но вот головастики. 2013 год. Тут у нас уже и на Тунц появились в это время. Тоже нет у меня этой коллекции всей. Так. Давайте посмотрим. Здесь у нас на скоте заклеено. Но, 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 похоже, все-таки здесь они, да? Нет, не они. Ведь тоже. А бы что нам тут засунули? В общем, печаль, печаль. Даже в такой вот, как головастики. Так. Так, это у нас до 2000... Во, 24-го срогода. Новый киндер нам засунули в старую упаковку. К сожалению. Да. Дубист Эхтмутих. Тоже. Да. Тоже новый киндер. К сожалению, нам тут в старую упаковку засунули. Так. Ну ладно. Давайте их откроем. Откроем. Посмотрим. Жалко, жалко. То есть прям кто-то продавал знал, что он обманывает. Да, поскольку в 2024-го года эти киндеры, ну их мы уже частенько, да, частенько видели эти сборки. Лев у нас здесь такой вот, который наклеечкой можно обвесить. И думал я вначале, что их 6, а их там штук 10. Эта коллекция тоже можно, в принципе, к на Тунице отнести. Так. Следующий у нас тоже будет, да, к сожалению, какой-то новый, не старый киндер. И так, здесь у нас, ну такую сборку мы тоже в прошлом сезоне много, много раз уже видели. Так, кит у нас здесь ловит рыбку языком. Печально, печально, что даже, кажется, не такие уж прям редкие. Ладно, там левята, но вот эти Star Wars, наверное, могли бы оказаться все-таки теми, которые должны были там оказаться. Два четвертый год на Тунс у нас здесь попадается один, но вот тоже у нас все эти коллекции на Тунс. Конечно, качество на Тунс уже давно собрано. И вот, собственно, это в прошлом сезоне у нас здесь на Тунс попадается. Здесь у нас козлик с прошлого сезона на Тунс попадается. Итак, ладно, идем дальше. Следующая упаковка у нас киндерина. Нет у меня ни одной коллекции полной киндерина. До 2017 у нас здесь года, киндерина в космосе, киндерина художник, пожарник. Так, надеюсь, что... О, о каком плохом они состоянии, но, наверное, все-таки это они. Начнем вначале со сборок. Итак, первая у нас здесь сборка. Это снова наш робот, да, монитор попадается. А, уже сегодня у нас попадался. Только другой расцветки. Ну, та же самая, та же самая коллекция, да. Или, нет, не та же самая коллекция. Смотрите, это, наверное, все-таки другого года такой монитор, поскольку здесь у нас со зверьми сделано, да. И здесь у нас такая вот змея получается. Подставка. Да, чуть-чуть, видите, по-другому сделано, но смысл абсолютно тот же самый. Итак, следующий у нас открываем сборка. Сборка. И здесь у нас какой-то мотороллер, да, на веспу похож. Так. Смотрим, что это у нас здесь такое. Ну, и должен, конечно, киндерина у нас попасться. А, это, кстати, прикольно для мотороллера. Такие же велосипеды были, да, вот они, которые как на палец можно ходить. И достаточно неплохие тогда были у киндера. Большой, симпатичный мотороллер у нас здесь такой попадается. Попадается скейт, да, скейт, конечно же. Ну, и посмотрим, кто у нас в коллекционный попадется. И киндерина пожарный у нас, да, киндерина пожарный. Тоже нет у меня киндерина всей коллекции. И хотелось бы, конечно, когда им все-все-все коллекции киндера собрать. Так, киндерина пожарный. Такое вот симпатично. Вообще, конечно, когда я первый раз киндерина, я увидел, что его в киндерах выпустили, прям был восторг. Мне кажется, такая классная идея была. Ну, вот, кстати, давненько у нас не выходили киндерина. Можно когда-нибудь, наверное, снова киндер их попробовать выпустить. Да, вот такой у нас пожарный. Так, похоже, его шланг не держится в руках. Надо ставить на поверхность какую-то ровную. Итак, и это у нас только вторая коллекционная игрушка на сегодня. Так, посмотрим, появятся ли у нас коробки Астрикса. Астрикс 2013 года. Много была коллекции Астрикса. Юбилейные Астриксы. Очень популярная, конечно, история французская. Да, комиксы французские, популярные. И посмотрим. Так, здесь все выглядит хорошо, так как надо. И похоже, все-таки у нас здесь, да, Астрикс лежит. Тот, который нужен. Так, киндер сюрприз. Видите, написано во Франции киндер сюрприз. Называется киндер сюрпризы. Нету, как в Германии, например, какого-то слова другого. Типа киндер-берашн в Германии называется. Так, ну посмотрим, что у нас здесь попадется. Так, сколько у нас будет коллекционных игрушек. Похоже, что первая у нас здесь все-таки сборка. Открываем. Вау, на Тунц у нас здесь попадается. Мягкие на Тунц и пушистые. С этой, так, поверхностью какое-то название. Если я не забываю, как она называется. Да, мягкие на Тунц у нас. И такой вот симпатичный бэйбик белый медведь. В этом сезоне у нас тоже бэйбик на Тунц. Есть у нас обзор на всю коллекцию. Но, к сожалению, еще не вышло. Она в Германии. Как-то киндер решил ее на вторую часть сезона вложить. Вместе с юбилейной коллекцией. Ну, вот такой вот классный бэйбик на Тунц. Нет, он, кстати, не бархатный. Просто вот почему-то в пакетик его положили. Попадается. Так, достанем две остальные капсулы. Стояние их а то не очень. Капсула обычная, одна темная. И снова на Тунц. Класс, класс, класс. Снова на Тунц у нас попадается. В этот раз другая какая-то коллекция. Так, на Тунц. И да, другая коллекция. Здесь у нас уже, по-моему, они, кстати, вместе идут. Ну, в каталоге, по крайней мере, вместе. Нарисованные бэйби и обычные. Поскольку, по-моему, игрушки повторяются. У обычных и у бэйби на Тунц подходят друг другу. Те же самые животные. Здесь на такой белый волк. Тоже, смотрите, как хорошо сделан. Хоть сейчас его, в принципе, в Натунц. Да, вот, например, новый Натунц и старый Натунц. Ну, прям вот. И не отличишь, да, что между ними больше десяти лет разницы. Итак, еще один Натунц у нас сегодня. И последний коллекционный. Здесь у нас Астригс должен попасться. Да, вот он, он, попадается. Не сам Юли Цезарь, но какой-то его здесь помощник. Да. Коллекция у нас восемь игрушек коллекции. Нет, значит, сам Юли Цезарь, да. Значит, нет, все-таки это Юли Цезарь, да, попадает. И 2012 года коллекция. Классно было бы ее когда-нибудь тоже всю собрать. Итак, идем дальше. Следующий у нас коллекция, да, снова эти скейт, которые периодически распадаются, только вот на непонятном языке написано. Не знаю, откуда эти кинды. Может быть, с Турции, да, эти скейтбордисты, сноубордисты, летающие в воздухе. Так, откуда-то, откуда-то. Да, здесь у нас киндосер приступы. Здесь у нас написаны какие-то, не знаю, на каком языке. О, состояние их, сами видите, какое. Итак, посмотрим, попадутся ли у нас здесь коллекционные игрушки. Так, ну, попадает снова на Тун с наклейки, которые у нас тут клеятся, да, на такую бумажку. Ну, видим мы такие, такого типа сборки, да, назовем их, которые и у Порш были машинки, такого типа. Ну, вот здесь у нас просто бумажка на Тун с животными и разные наклейки, которые можно, да, наклеить. Причем много наклейок, судя по всему, 4, 5, 6, 7, 8, да. Все 8 наклейок у нас здесь представлены. Ну, в общем, такая вот попытка сэкономить, но, тем не менее, тоже относится к Натунцу. Значит, да, тоже было бы здорово ее всю коллекцию эту собрать. Итак, посмотрим следующее у нас, кто будет в капсуле. Следующим у нас машинка попадается. Какая-то, да, с пусковым механизмом. И так, здесь у нас просто, да, обычная коллекция спринти. Тут ничего особенного, такая простенькая машинка, спусковой механизм, я придумал, придумал кинда, чтобы ее толкать. Так, идем дальше. Следующий у нас, следующий у нас должна была быть коллекционная игрушка, но почему-то нет. Да, сегодня прям у нас не очень с коллекционными игрушками. Всего только три пока попалось. Так, здесь у нас, ну, не в каждой пачке, да, надо сказать, особенно вот, да, в моряких странах, не в каждой пачке из трех киндеров гарантируется, хотя бы одна коллекционная игрушка. Да, не на всех написано такое, что одна из трех, вот, например, на миньонах написано, а на второй вроде бы нет. Вроде бы нет, тоже стоит, да, тоже стоит, но на некоторых не написано, что обязательно будет одна из трех. Так, тут у нас такой симпатичный, прозрачный мотоцикл попадается. Ну, такой, немного странный мотоцикл, только что длинный очень, но в целом, да, в целом не очень. Далее у нас миньоны 3 2018 года в кино, и здесь тоже, у нас, видите, не очень выглядит, выглядит сюрприз. Итак, открываем. Здесь у нас снова машинка какая-то, в этот раз с моторчиком. Такая обычная машинка, назад оттягиваешь, она едет, ну, выглядит она так себе. Единственное, тут у нас еще наклеечек киндер добавил, чтобы ее, да, получше она выглядела. Так, посмотрим следующий киндер. Снова такая же машинка, да, или такая же, или даже прям с этой серии, по-моему. Да, оттягиваем назад, она едет. Такая же машинка с наклеечками. Так, наклейки тоже прилагаются, но вот ничего, ничего особенного. Раньше, конечно, были машинки, да, те самые старые киндеры, которые мы еще помним, которые у нас были в роликах про 55 килограмм, металлические разные старые машинки. Да, не сравнить, конечно, с тем, что было вот в последние годы, да, и сейчас тоже с машинками киндера прям не очень получается. Итак, миньоны у нас попадаются. Миньоны 3, и тоже у меня нет этой коллекции. Да, хотелось бы ее когда-нибудь собрать, хотелось бы все коллекции когда-нибудь собрать, но вот ролики у нас начали как раз входить чуть позже, после этой коллекции миньонов, поэтому она у меня еще не собрана. Итак, тут у нас такой миньон, который хочет бананы, и еще одна, да, коллекционная игрушка сегодня нам попадается. Итак, последняя упаковка на сегодня, это была у нас уже такая, какой-то мультфильм был, да, только в кино, Happy Feet 2, не знаю, что это за пингвины, это какой-то мультфильм, который я не видел, и первый раз, когда мы такую упаковку распаковывали, да, удивило меня, что была коллекция, это 2012 года, срок годности, да, у нас разные пингвины, видимо, с этого мультфильма, но вот уже один раз у нас такая упаковка попадалась, так, посмотрим, кто нам тут еще попадется. Итак, сперва сборки откроем, здесь у нас, о, Натунс, вот она как раз, и такая бархатная, это Натунс игрушка, так, открываем, это уже одни из первых Натунс, может даже еще и не Натунс, а Nature, нет, Натунс, но, видите, вставили такой логотипчик, потом у него поменяли на Натунс, но вот до этого еще год у нас была коллекция с Nature названиями, да, здесь у нас так хорошо запаковано, поскольку, поскольку он такой у нас, с ним как бархатный материал покрыт, носорог наш, очень симпатичный, и тоже у меня, помню, нету всей коллекции этой Натунс, так, надо посмотреть, может ее куда-нибудь уже и соберем скоро. Итак, следующее, открываем здесь нас, снова Натунс, вау, вернее, Nature, и тоже снова бархатный этот панда, в этот раз, так, вот такая вот симпатичная, почти конфу панда, да, и 130 килограмм, смотрите, может быть, вес достигать, тоже красивая, в пакетике, и тоже вот этим вот материалом покрыта, которое мне, да, часто пишут в комментариях, как он называется, забываю, я, ну, вот такой, как будто бы, как будто бы она бархатная. Итак, ну и последний киндер на сегодня, коллекционная игрушка, и вот такой малюсенький-малюсенький пингвинчик, да, коллекция к этому мультфильму, не знаю, что за мультфильм, мне как-то он на глаза не попадался, и, да, если когда-нибудь попадется, надо посмотреть, вот здесь у нас много пингвинов, какой-то один острый пингвинчик, но вот очень маленькие эти игрушки коллекционные, тем не менее, да, неплохо, неплохо было бы всю коллекцию тоже и эту собрать. Ну что ж, такой был десятый выпуск, не очень получился, не так много у нас здесь в итоге коллекционных игрушек попалось, и не такой интересный, как в прошлый выпуск, да, в прошлый, прям у нас совсем хорошо повезло, но надеюсь, что в следующем нам снова повезет, и будет снова много всего интересного нам попадет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok